6 марта 1945 года. 1354 день войны. В ночь наши тяжелые бомбардировщики наносят удар по военным объектам немцев в городах Штеттен и Кёнигсберг. Войска 2-го Белорусского фронта овладевают городом и крепостью Грудзянц. Ведутся ожесточенные уличные бои. Враги отступают. Штурм военных полигонов длится несколько часов. Загнанные в казематы и погреба гитлеровцы начинают сдаваться в плен. Немецкие солдаты и офицеры складывают оружие и выходят из укрытий. Войска 1-го Белорусского фронта в Западной Померании продолжают успешное наступление. Танкисты и пехотинцы овладевают городом Бельгард. Подбито и сожжено 14 немецких танков и 16 бронетранспортеров. Наши подвижные соединения пехота подавляют сопротивление противника и устремляются на запад. Советские части занимают города Трептов, Грайфенберг, Плате, Юйцев. Немцы пытаются закрепиться на подступах к городу Камен, но их громят стремительными ударами танковые и пехотные части Красной Армии. Наша авиация наносит бомбо-штурмовые удары подступающим колоннам немецких войск. Взорвано несколько воинских эшелонов противника. В воздушных боях советские летчики сбивают 19 немецких самолетов. Невзирая на прямую угрозу Берлину, командование Вермахта решает нанести контрудар в Венгрии. Планируется отбросить советские войска за Дунай, ликвидировать угрозу Вене и южным районам Германии. Операция получает название «Весеннее пробуждение». 6 марта начинается Блатоновская операция, последняя крупная оборонительная операция Красной Армии. До нашей победы оставалось 64 дня.